МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навиэнергия» на у студии Алена Милишанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. На Могилюшине распочалась закладка стаб-фонду. Вот мы приехали тебя поздравить. Держи. Это все тебе. У юбилейный год Рады и Могилю протягивая рабить добрые справы. Навод колер паперы мае значение. Про санитарные рекомендации дошкольных речи удалей у выпуску. У Могилюшиной области распочалась закладка стабилизационного фонду. Традиционно на зимний сезон закладаются бульба, капуста, морг, бураки, цыбуля и садовина. Сё лета у стаб-фонд треба закласти амаль 4700 тонн бульбы, более за 2000 тонн капусты и каля 1000 тонн остатней садовины и городнины. Для створения стратегичного запаса вызначены 10 районов и сельской господарки в зависимости от объема продукции и наявности сховища. Самая великая нагрузка препадает на Могилюшский район. Разом зим основную закладку бульбы запеспечить Бабруйск и Шкловский районы. Так само у Кировским районе зробить закладку усих видов городнины и садовины. Зауважим, что стаб-фонд сё лета буде меньшим, чем летась. Гэта связана с тым, что гандлёвые сетки теперь сами клапотятся про товары и их ассортимент, а запас бульбы и усяго іншого робится для потребов бюджетных установ, школ и больниц. Закладка стаб-фонда Могилюшины будет рабиться со сбором уроджаю, бо добры заховываются, звычайно, поздние гатунки садовины и городнины. Работа протягнется до 15 листопада. Два района Могилюшской области поставили кончатковую кропковую уборочной кампании. Бабруйский и Кировский районы змолотили полностью збоживое и зернебобовое. И в сельгазорганизациях, и на присядебных участках у насильництва. Коли брать в область у целым, на ранницу 29-го жнивня у регионе засталось убрать 9 тысяч гектаров. Жниво на присядебных наделах завершает еще один район Кличовский. Уклад у агульной каравай Могилюшины склау 34 тысячи тонн збожжа при середней уроджайности в 32,3 центнера с гектара. После завершения уборочной у районе усе силы концентруются в окол подрыхтоки до областных дожинок, якие селита прямая Кличов. С уборочной справиться получилось. С надеждой на достойную подготовку, достойное завершение работ. Ну и с надеждой на то, что это будет праздник не только для жителей города Кличова, района, но и для наших гостей. Заключительный этап совместной операции проходил на территории Российской Федерации, в Московской области, где в снимаемом коттедже были задержаны основные участники данной преступной группы. В ходе операции было изъято около 27 килограмм наркотических веществ и более 200 килограмм прекурсоров. Это одна из самых крупных партий, которая была задержана у фигурантов. В настоящее время устанавливаются иные участники данной преступной группы. По попередней оценки, кошт конфискованных наркотиков складает больше 2,5 миллиона рублей. В Могилеве у дорожно-транспортного здоровья потерпел мотоциклист. Как поедемли у Диашата инспекции, у ночи он рухался на своем двухколовом по улице Куляшова. По информации Диашата инспекции, по час переезда штучной неровности, мотоциклист не выбрал безспечную худкость и не справился с кированием. Мотоцикл перекулился с травмами, кировцы шпитализовали. Все лето в области отбилось 10 дорожно-транспортных здоровья с отделом мотоциклиста, а в вынику, у яких 2 человеки загинули, 9 отрымали травмы. У Могилевской области больше за 3000 детей знаходятся у социально небеспечным становища. Частей за все тому, что их батьки дренно выконывают свои обовязки. На переды дни навушального года до каждой семьи, что стоит на улику, в черговый раз приходили супрацовники милиции. Как доведаться, те удается дорослым выправлять свои поводины. Не доглядать детей злоуживать алкоголем. Только в Кострышинском районе Могилева на улику о мальпах тысячи проблемных семей. Их регулярно контролють супрацовники милиции. На переды дни навушального года чарговый визит. Добрый день. Это вас милиция беспокоит. Необходимо проверить, посмотреть условия проживания несовершеннолетних детей. Вот ходим, готовность проверяемых детей к школе, к новому учебному году. Вот вы нашли мою мамашу. Тетради нету, ничего нету детей. Жанчина не сдарма хвалюется за свою дачку у матери четырех детей. Кажут, и ей не бачили уже неколький день. Неполногодовые на выховании бабули у милиции обещают знайсти бясклопотную мать. Была положительная тенденция. Гражданка была трудоустроена, работала, закодировалась. Пропуску рабочего времени не допускала. Было все нормально. Детей вернули, буквально прошел год, и мы наблюдаем обратную картину. Иначе выглядит ситуация у этой семьи. Мать 6 годов тому працулоткавалася. Зараз дети, их трое, догляджены и готовы до школы. У ваших малых радость. И у инспекции по справах неполногодовых за радостью отзначают, что у этой семьи удалось выправить житевые приоритеты. Андрей Шуляк, Денис Бутылин. Новидная региона. Апошние дни на школьных базарах особливо шмат людна. Завершается подрыхтовка до нового научного года. Комусьте засталося только школьные прилады купить, а хтосьте только почав собирать свой комплект. Наша здымочная группа разом со специалистами наведала школьный базар, как бы рассказать про особливости выбора речи для детей. Оказывается, навод колер паперы у шитках мае значение. Как показывает практика, Апошний тыдень для батьков и школьников самый насыщенный. Один только выбор школьной формы, кольки часу займая. Якость и склад тканины оденье для детей тое, на что у первую чергу рай звернуть увагу. Материал очень приятный. Таксильным ощущениям не всегда стоит доверять. Мы смотрим на состав. Хлопок здесь составляет 56%, эластан – 1%. Следовательно, в гигиенические показатели мы вкладываемся. Значит, можно покупать смело. Все ли это претензии до школьной формы нема. На приклад, оденье от белорусских вытворцев, звычайно, отповедая стандартам якости, кажут специалисты. Пытания часом бывают до замежных вытворцев. Вось, на приклад. В прошлом году, как пример, была у нас обувь, которая не соответствовала высоте каблука. Как правило, высота каблука для детей с 7-12 лет должна быть не более 2,5 см. Для детей, уже старшеклассников, должна быть не более 3,5 см. Школьные прилады, кажут специалисты, так само треба набывать не только с позиции внешнего выгляду. Наприклад, вядомо, что для першоклассников рюкзак лепшку пить с ортопедичной спинкой. И кабьон не важау больше за 700 граммов. Навод сшитки мают свои санитарные нормы. Бумага должна быть оффсетная или же пищая. Цвет страниц должен быть теплых оттенков топленого молока. Вот, например, как в этой тетради. Потому что у нас есть такая, для детей характерна, школьно обусловленная патология, как нарушение зрения. И вот именно вот эти тона теплого топленого молока, они предпочтительнее и лучше для зрения школьников. Все ли это ассортимент товара, урадуют, кажут батьки. Выбор есть и по кошке, и по внешнему выгляде, и по якости. Все устраивает. Соответствует качеству? Да, да. И по цене, то есть есть выбор. То есть можно дороже, можно дешевле найти. А по качеству вам нравится? Ну, устраивает. Можно найти. Широкий выбор. И качество, и широкий выбор. Нас все устраивает. Если же вы сомневаетесь в качестве продукции, то можете легко попросить у продавца документы, заслуживающие качество и безопасность данной продукции. Конечно, порады и санэпидемиологу у основным носят рекомендационный характер. Однако гигиена и здоровье школьника – это не то, с чем треба экспериментовать. Катярина Городницкая, Алена Мелюшшанкова, Виталь Вопсю, Новины Региона. Прыпыночный пункт Могилевых монтаж застаётся закрытым. Специалисты Могилевского гарвы Канкама удокладняют, что работы по доброму парадку они там не завершены. До речи в ближайшие дни у сети громадского транспорта Могилева отбудется некольки изменений. Например, с 1 вересня уводится новый припыночный пункт на улице Ленинской по маршруте автобуса номер 7. Так, у напрямку до центра города будет уладкованный припынок в улице Стасова. Есть пыльные изменения у руху городского транспорта у одним из самых великих микрорайонов с подорожнику. Як поведомляете угарвы Канкаме, в связи с просьбами мясцовых жахарой и уводом нового светлофора на перекрыжевании улиц Якубовского и Пысина, к рыху изменится схема руха автобуса номер 38. С 1 вересня он пойдет с улицы Якубовского одразу на улицу Пысина, потом улицы Куляшова и Бялынинского Берули. Раду и Могилев прытягивая рабить добрые справы. Напереды дни 20-ти годы ФМ-станции радыщики, кида прикладу, допомагают детям со шмат детных семью собраться у школу. Гэтым разом главный редактор Рады Ніна Мехнова с подарунками наведала семью у Кличеве. Вот мы приехали тебя поздравить. Держи, это все тебе. Примерить новый рюкзак Юра вырешил одразу, як я знайомиться с тем, что знаходится внутри. Набор для першоклассника унушальный, але особливую цикавость выкликая вот такая фирменная речь от Рады и Могилев. Позапотреб школьных, але вельми корыстная. Копилка. 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 Ты переживала, что ты монетки свои не можешь положить. Теперь ты будешь сюда заходить. Разом с матью хлопчик демонструю обновки. Семья Жеунир на подрыхтовку до школы потратила уже немало. Так что допомога от Рады до речи, бо у батьков трое малых. Шастикодовый Юра с нестерпливостью чекает 1 вересня. Личится до 20, ведая усилитры, а еще упевнены, что вучиться будет икава. Вызначился навод с сяброкой по парте. Признайся честно, в школу хочешь? Да. Да? А почему? Расскажи. В школе интересно. Я сядусь вместе с Дашей. Свой покой Юра делит с молодшим братом. Ему три и он ходит в садок. Стол для будущего школьника, как кажут, худко прибудет. Батьки специально загадали сделать новый. За чаеванием им уручают еще один подарунок. Рады ее приемник. Его сразу настроивают на потребную хвалю. Здесь всего лишь радио. Он включается. И надо настроить антенну, занести в нужное место. И 102 и 3, это будет частота радио Могилев, на которую вы включаете нас и слушаете. Так, включили. Это папа приедет, он у нас мастер на все руки, он все там сделает. Як высветилася, радио Могилев тут слухали и да гетуль. Он когда проезжал мимо нас, например, в Минск нас забирают. Ну что в машине? Радио Могилев, как обычно. Коллективу радио Могилев до новичального года познайомился с некалькими шмадзетными семьями. Усе подарунки – это уластные набытки радыщиков и допомога организаций, которые долучились до акций. Поездкой в семью в Кличе мы уже завершили одну из наших акций – поможем собрать детей в школу. Но у нас еще остались в планах такие добрые дела, как покрасить дворы в Могилеве. На первые дни 20-ти годзе от радио Могилев з'явится символичная аллея. Рыхтуется кулинарный сюрприз. А 2-го вересня на набережные раки Дубровенко в Могилеве по традиции пройдет великий день физичной культуры. Телерадио компания Могилев запрашает на масштабное спортивное свято. Алисия Рыбалка, Александр Тарасов, Новины региона. Студенты и магистранты из высших научных установ Германии, Швейцарии и Австрии наведали Могилев. На базе Белорусско-российского университета працавала летняя школа. Замежные юнаки и девчаты знакомились с историей и культурой у Сходного региона Беларуси. Летняя студентская школа зарекомендовалась обеяк одна из перспективных форм по обмене в опытом студентской молодости, кажутся организаторы. Гэтым разом студенты БРУ разом со студентами и магистрантами из Германии, Швейцарии и Австрии за круглым столом говорили про экономичное и политическое развитие Могилева. У тим лику и в контексте миграционных процессов. У Беларуси, которая между Западом и Востоком, о проблемах экономики, развитии культуры, истории, меняемся мнениями. У приватности гостям рассказали про специфику финансования адукационного процесса с бюджетов двух держав. И в уголе про беларуско-российское сопрацовничество. За заблевым настроем студенты чекали прогулку по городу. Хотим посмотреть город, конечно, и Могилев на востоке Беларуси, да. Поэтому мы были в Престе, это наше на Западе. И, ну, какая разница, какие разницы есть, и, ну, говорить с людьми, какое отношение с Россией и с Западом вообще. После семинара гости пройшлися по Ленинской, наведали музеях истории Могилева и Бунинское поле. Наталья Ильинич, Алена Милюшчанкова, Виталий Вопсю, Новинрегиона. Самые актуальные новины Могилюшины так само можно увидеть и на нашем сайте. А я ждаю вам усяго доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин